...фотографа, фотохудожника и предоставляю слово для открытия нашей выставки исполнительному директору общественного объединения «Автомедия Пирм» Вере Поповне. Спасибо. Во-первых, действительно хочется сказать огромное спасибо Юлии, но Юлия Пономарёва потом расскажет сама про концепцию. Спасибо вам, дорогие мои. Хочу вас поздравить с днём рождения нашего движения, нашего клуба «Автоледия Пирм». Спасибо, дорогие наши, что поддерживаете, что активно участвуете. И спасибо, конечно, администрации и мэрии за то, что предоставили возможность в таком формате провести выставку, в общем-то, общественно значимую выставку. Вообще хорошо, что здесь такие мероприятия можно не каждый раз проводить. Спасибо огромное. Что я могу сказать о выставке? Я многие фотографии увидела тоже впервые сегодня, вот в таком именно формате. Хотелось как-то отметить день рождения. Естественно, просто так мы день рождения клуба не отмечаем. И возникла вот такая мысль, чтобы Юлия Пономарёва, как автор этих произведений, согласилась и поддержала нас. И получилась вот такая концептуальная вещь. С моей точки зрения, я не искусствовед, но если обратить внимание, то здесь вот эта линия жизни, название выставки, говорит о том, что мы все, как женщины за рулём, как носители безопасного вождения, знания безопасного вождения, пропагандисты этой безопасности на дорогах, одной линии, одним вот этим серым полотном цвета наших автодорог связаны неразрывно. И эта связь будет продолжаться бесконечно долго. И, возможно, эта линия будет продлена и по всей России в другие города перейдёт в таком же формате, может быть, и в каком-то другом. Есть некоторые моменты, которые тоже, с моей точки зрения, достойны внимания. Все фотоработы были сделаны и проведены во время фотосессий в каких-то значимых исторических местах нашего города. Они здесь узнаваемы. И вы можете посмотреть более внимательно, когда будете рассматривать свои фотографии, фотографии своих коллег-подруг. Здесь есть некоторые скрытые замыслы и смыслы, которые вы тоже прочитаете сами. Поэтому спасибо ещё раз вам большое. Я с удовольствием предоставляю слово Юлии Пономарёвой, нашему фотографу-автору этой концептуальной... Которые понесёт эту идею во Франции. Для начала всем здравствуйте. Я всё почти рассказала. Для начала это был не эстетический проект, а именно конституальный, чтобы соединить всех этих женщин одним волотном. И мне было очень приятно со всеми вами работать, потому что вы все яркие и разные. И это было очень приятно. Насчёт концепция... Я уже всё рассказала, что эта линия символизирует жизнь и одновременно эту дорогу, по которой мы все ездим, ходим. И эта линия, у каждого человека, если вы заметили, она по-разному выглядит. Именно, чтобы каждый человек не касный. И так же, как и я пыталась установить эту ткань, чтобы она не как-то иногда задаляться, и у нас не будет за него. Позвольте предоставить слово нашему партнёру, представителю Первого Старегородской Думы, Олегу Макинькову. Первый раз, наверное. Нет, в прошлом году тоже. Спасибо огромное. Друзья, на самом деле, вот так вот, мы скидываем вспомнить, каких работ здесь в этой белой гостиной только не представляли, и картины, и фотографии, и какие-то поделки, ещё очень много разных материалов. Но на моей личной памяти работы на плёнке представлены впервые, лично на моей памяти. Грина Михайловна, может меня поправить, конечно. Вот. Действительно, очень здорово. Я просто хотел узнать, что же отмечают синие. Серая ткань, но если она отмечает и дорогу у нас, и дороги, на мой взгляд, всё-таки не имеют финала, я вам тоже желаю двигаться. Сегодня будет первая городская дума, первая гостиной. Я желаю вам, чтобы эта выставка двигалась дальше, 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 чтобы она пополнялась. Спасибо. И сейчас мне не хотелось бы, во-первых, выразить своего признательности, на самом деле, что вы пришли, и предоставить слово очень занятому человеку, который не представлен пока на нашей выставке, Юля. Но я думаю, что линия жизни, она ведь бесконечна, поэтому и выставка наша может продолжаться до бесконечности. Человеку, который, в общем-то, все пять лет с нами, человеку, который присоединился к объединению автоледи самого первого конкурса, это было пять лет назад, участница всероссийских соревнований автоледи России, которые проходили всего еще только два раза, я думаю, третий раз Любовь Николаевна тоже был членом команды. Любовь Николаевна Дедина. Спасибо огромное. Я очень рада всех вас видеть. Конечно, здесь не все участницы этого огромного движения, но самое главное, что те, кто из вас смог выкроить минуточку времени и посвятить себя вот этому конкурсу, не конкурсу, я не знаю, что это будет, либо это начало той выставки, которая будет продолжаться, и здесь будут все участницы нашего движения, и это будет история, которая в последующем будет напоминать нам те годы жизни и то общение, которое мы здесь с вами, в принципе, создаем своими руками благодаря нашим организаторам. Я желаю всем безопасных дорог, я желаю всем движения, потому что движение – это жизнь. А вот эта ткань, это очень символично, именно способствует нашему движению распределенности и легкости. Так что легкости на дорогах, всем удачи! И всем приглашаем у нас в наших соревнованиях, естественно. И в заключении слово уникальному человеку в нашем объединении, человеку, который не водит машину, но все мы идем по жизни, все мы участники движения, человеку, который всегда с нами, всегда тоже нас поддерживает, даже в самые трудные минуты подсказывает мудрое решение и выход из ситуации. Спасибо вам, Галина Михайловна, что вы нас не бросаете, спасибо, что идете с вами по жизни. Она будет нас, ведет фактически. Да, я зато хороший пешеход. А для того, чтобы создавать еще движение на дороге, там какие-то проблемы, я считаю, что это очень важно. Организованный пешеход. Я хочу вам сказать об истории Белой гостиной. Эту гостину создавали мы, Александр Штухих, Игорь Штольцов-Цапко и я. Было это в 98-м году. Считайте, сколько лет этой гостиной. 15. И сколько здесь было выставок разных. Причем открывала всегда их я, поэтому я их все очень помню. Я мне даже очень много подарил их картин с этих выставок. Что я хочу сказать. Она очень, гостиная, очень теплая. Она очень многим дала шанс. Потому что невозможность, особенно в те годы, выставиться в каком-то зале. Это все было очень дорого. Непонятная идея. И вот очень многие молодые художники получили, чтобы на эту дорогу жить именно отсюда. Были у нас выставки фотографий. Помните, Шубин, глава города в то время, свою выставку фотографии организован. Борг, кстати, она очень интересная. Еще было несколько. Но вот это... Я не говорю, что это как бы персонажи, что это женская тематика и женщины здесь. Символично дорога, жизнь. Там наш Валентин, который выцеплял это все. Просто она вообще-то был виденнее. Другая техника. И такая выставка, на самом деле, впервые здесь. Я только хочу спросить, какие у вас договоренности по поводу, сколько это у нас здесь будет беседить. Потому что это очень важно. У нас еще про то, что мы на дополнение ее. Она у нас в развитии будет. Жизнь в развитии. То есть она у нас... Никаких деталей не хотелось раскрывать, потому что это должно быть... Не только портретами, но там... Это очень важно, потому что это, как правило, очень востребованная площадка. Я даже помню, перед днем город, 280 лет было, у нас вывесили картины художники фермские, фермская тематика. Их быстро раскупили. То есть они буквально повесели несколько дней. За них повесили? И философ. Я бы хотел сказать, мы всегда договорились с художниками, что вы просили свои пресс-куранцевые, пожалуйста, секретаре отдайте, потому что это уже в вашем месте. Так что... Молокка. Так что история у гостиной очень богатая. Я думаю, что она будет еще одной. А если она еще уедет там у нас в Париж, ну, слово говоря так, Франция — это Париж. То есть я — это Москва. Было бы интересно узнать впечатление о ней и так. Так что... Я бы иначе начала автоледиа, Себе-бе-бе. Обязательно. А это вот интрига. Это интрига. А я Юле специально объяснила. Нет, я уже закончила, я просто дополнение. Спасибо. Вот этот зонт, который, да, вот тут я вижу в руках, этот зонт я купила в бульвар Сен-Жермен около Люксембургского сада. Вот и поехали. Профессиональный такой, маленький такой магазинчик, и там у меня вспомнились шерпусские зонтики. Вот такая же мадам, которая тут живет, продает, и тоже делает эти зонты. И вот такой вот зонтик. Девочки, у нас есть для вас маленькие комплименты и сувениры, а все, кто не забрали диски, диски с фотосессией у Светы Федоровой в ее офисе на Екатеринске 165.